Здравствуйте! В эфире программа «Молния» в студии Вера Ионкина. Рейтинг одобрения работы Владимира Путина на посту президента Российской Федерации установил новый рекорд, достигнув почти 90%. Такие данные опубликовал сегодня в ЦИОМ. По мнению экспертов, столь высокий уровень одобрения работы российского лидера зафиксирован в первую очередь в связи с событиями в Сирии – авиаударами Воздушно-космических сил Российской Федерации по позициям террористов. Сегодня у нас в студии в Госдуме депутат партии ЛДПР Сергей Каргинов. Здравствуйте, Сергей Генрихович! Как вы меня слышите? Добрый день, да. Слышу хорошо. Как вы считаете, действия президента повышают его рейтинг не только в нашей стране, но и в мире? Ну, знаете, во-первых, давайте скажем про нашу страну. Это особенность России, особенность русского народа, особенность всех народностей, которые проживают на этой территории. То есть, когда возникает внешняя угроза, когда нас обижают, народ всегда консолидируется. И поэтому вот эти действия в отношении Сирии, мы же не пошли воевать, мы пошли защищать. Они, соответственно, воспринимаются достаточно позитивно. Тем более, сделан очередной правильный шаг со стороны президента, со стороны правительства. То, о чем говорил ЛДПР уже 25 лет. Они ведут правильную пропаганду внутри Российской Федерации, и в том числе пропаганду на территории стран Западной Европы. Может быть, там ее еще не хватает, но у нас информация подается лаконично, информация подается четко, и мы видим справедливость этой операции. Соответственно, отсюда растет и рейтинг руководителя. Соединенные Штаты изменили взгляд на Россию, в частности, на нашего президента? Ведь были опросы обычных граждан, и они действительно поменяли мнение о нас. Это тоже работа пропаганды, это в первую очередь. И во-вторых, слабость американских военных сил. Потому что они увидели превосходство русской техники, они увидели превосходство русской армии в определенных моментах. И они показали свою растерянность. Отсюда люди всегда уважают сильных, и поэтому позиция народа Америки, она тоже изменилась. И мы сделали следующий шаг, я о нем уже говорил, это пропаганда не только внутри страны, но и пропаганда за пределами нашей страны, в Европе, в Соединенных Штатах. То есть нам удается размещать информацию о действиях Российской Федерации. Это имеет серьезное воздействие на жителей Америки и Европы, и всех, кто смотрит русский канал или читает информацию об операции в Сирии.